привет мои дорогие вы на канале наталья мастер с и с вами как всегда наташа мой канал это вязание вязание крючком вязание спицами самое интересное интересные узоры редкие которые вы не ожидали увидеть и также разные техники и мои авторские творения все все самое вкусненькое ждет вас на моем канале поэтому не забываем во первых подписываться во вторых нажимать на колокольчик и в-третьих призываю вас мои драгоценные гости зрители откройте инфобокс это под видео такая маленькая стрелочка на нее нужно нажать открывается инфобокс я понимаю что более 50 процентов не понимает о чем идет речь судя по бесконечным вопросам вы открывать инфобокс и там ссылочки на мой магазин я отправляю пряжу по всему миру поэтому любой любой человек может у меня купить по очень низкой цене самые лучшие пряжи инструменты во первых на мой магазин пряжи там ссылки во вторых на мой второй очень интересный канал не менее интересный чем этот там мы с вами разговариваем это канал не с мастер-классами а канал общения и обсуждения моды вязальной все что связано с вязанием вокруг вязания мы смотрим схемы модели описания на самую многообразную тематику и также я вам показываю пряжу с палитрой оттенков и инструменты так что открывать инфобокс и там же вы найдете плейлисты плейлисты моего основного канала видео здесь уже очень много поэтому чтобы не заблудиться есть ссылочка на плейлисты и самые разные там снуды шапки летние маечки с романчики и так далее так далее сегодня я решила записать для вас видео очень интересное вышло солнышко я поплавала я не могу жить без воды в детстве занималась плаванием обожаю воду так что надела естественно свое вязанное произведение сейчас скажу что это напомню вам про мастер-класс на этот чудесный топ меня всегда спрашивают какие же модели какие же модели для полных для не какой-то фигуры с лишним весом да скажем честно вот этот топ крючком если вы вяжете крючком этот топ абсолютно так идеальный это v-образный вырез точно такой же на спине можно добавить шнуровку и он свободный закрывает пол руки очень простой эффектный узор крючком вы можете его надевать на платье на топ на белье на бежевая черное белье на бежевый черный топ на бежевое черное платье на что угодно идеальная модель и очень красивая действительно очень красиво и видите вот эти ромбики не просто бесподобны мне кажется легко да сегодня есть у меня минуточка я хотела бы с вами затронуть такую сакральную сакраментальную тему как успевать вязать то что мы хотим успевать вязать много реализовывать себя вязание насколько мы считаем вообще это возможным и нужным давайте поговорим здесь очень много аспектов много пластов в этой теме и я посмотрела правда не недавно а давно я смотрела несколько видео на эту тему и они меня абсолютно не удовлетворили и моя точка зрения с теми немногими видео которые посмотрел на эту тему они абсолютно она абсолютно моя точка зрения другая иная я сейчас тоже в процессе как вы видите вижу для вас скоро вторая часть свитера вот этого бесподобного будет на канале так что мы с вами вместе повяжем пообщаемся поговорим и я вам расскажу свой взгляд на эту тему давайте поделим сначала на части данное видео во первых есть технические аспекты как вязать быстро с точки зрения техники сколько петель в минуту и так далее да это поверхностный подход второй это планирование своего дня и ваша организация и самое главное на самом деле это душевная составляющая ваша это ваше состояние души духа многое здесь зависит от семьи многое зависит от вашей работы над собой и пожалуй с этого мы и начнем потому что вторая тема это дисциплина и третья тема это технический аспект на последнем месте для меня и давайте постепенно продвигаться по этим вопросам таким образом я надеюсь я смогу что-то полезное вам да рассказать рассказать и высушиться на солнышке волосы на потому что я не очень люблю феном сушить волосы и так давайте поговорим о самом главном это о нашем настрое о нашем желании и о том почему мы вяжем какие-то определенные модели что нами движет и так далее и так далее здесь можно копать очень и очень долго в эту глубину до в эту бездну наших идей женщины они конечно очень склонны по большей своей части заражаться какими-то идеями настроениями подражать и так далее я вас хочу призвать искать какой-то свой путь индивидуальность и подстраивать вязание под именно неё чтобы не бросаться на какие-то вот вы предположим подписаны instagram youtube вы смотрите что-то вязаные вы думаете хочу такое связать хочу секой связать подходит вам это не подходит то есть главное на первом месте получается это самое хочу может быть стоит на данном этапе немножечко себя попри держать и подумать почему же вы хотите таким образом будто бы как с едой будто мы что-то заедаем да мы с вами вяжем творим и мы тем самым завязываем свои желания крему по аналогии заедаем да и насыщаемся именно поэтому мы часто бросаем свои проекты бросаем потому что мы как бы надкусили а потом нам хочется еще чего-то правда ведь может быть стоит немножко в себе разобраться чего мы хотим на самом деле какие наши истинные желания что мы хотим связать для кого мы хотим связать какие цели у нас стоят если мы руководствуемся например целью просто порадовать себя связать что-то для себя тогда главный лейтмотив для начала это простота лаконичность это руководствуется принципом что чтобы я носила это да никакого смысла нету вязать шкаф просто его нет будет лежать вещи она только негативные эмоции будет вызывать пускай это будет что-то простое быстрое достижение результата я немножечко сейчас тоже нацелена на эту тему на своем канале чтобы большинству подходила то что я предлагаю и тогда вы будете счастливы потому что цель нашего вязания и хобби это именно удовольствие от процесса это развитие да все же наша жизнь это развитие и для этого мы и идем по каким-то небольшим ступенькам даже в своем небольшом хобби да если это всего лишь часть вашей жизни если вы вяжете очень много если для вас это важно да то еще ответственно не стоит подойти потому что иногда это превращается как для мужчин не знаю ремонт машин там пребывание вокруг техники этой на немножко идет такое вот вокруг вращения немножечко бессмысленно этой темы мы вяжем 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 для чего куда что то есть неважно поэтому если это действительно уже у вас занимает много времени это не какой-то маленький процент ваших сутках то тогда обязательно нужно взять ежедневник лист бумаги хоть что-то и проанализировать что вы делаете и для чего потому что если мы тратим много времени нам нужно задуматься для чего это происходит да прежде всего ты мой золотой если мы получаем от этого масса удовольствия конечно это уже не зря и мы не зря тратим столько времени знаете замечать эти замечательные процессы все наши даже если мы их не носим потом даже если они лежат в шкафу лучше бы чтобы этого не было до для этого лучше простота определенная но если много времени давайте тогда определим почему же так много времени мы хотим на это тратить значит мы получаем очень много удовлетворения от этого и здесь у всех возникает закономерный вопрос связанные с тем каким образом можно на этом заработать да и так далее так далее давайте коснемся вскользь этого вопроса я обязательно сниму видео на эту тему так как на эту тему как заработать на вязании до такой популярный тег может быть я сейчас в меня полетят помидоры я закидаю кого-то тапками я вообще не образумительного видео на эту тему не видела посмотрела и вязальщик на мой взгляд все что они говорят но я не знаю может быть девушки никогда не сходясь бизнесом просто действительно не работали до в коммерческих структурах компаниях я была руководителем я была главным архитектором в компании и так далее там подобное имею опыт и понимаете в чем дело вязание это такая сфера в которой практически практически не обладая особыми знаниями специальным образованием действительно талантом экстраординарным плюс сумасшедшая трудоспособность заработать на мой взгляд субъективные давайте посмотрим со мной под видео пожалуйста спорте невозможно невозможно на этом заработать вы будете вязать вязать на свои руки свяжите в кровь как бы там какие-то копейки вы будете вязать на заказ и не знаю там шапка за 1000 рублей и вы все равно не сможете превратить таким образом если вы вяжете на заказ никакой бизнес это вот мое мнение абсолютно готового с вами поспорить да то есть бизнес это превратить практически невозможно невозможно нет поэтому когда я посмотрела на эту тему тоже несколько видео мне даже было смешно потому что потому что девушки которые снимают блогеры видео на эту тему сами то они не зарабатывают от вязания понимаете они сами не зарабатывают но дают советы до заработок какой-то минимальный да там до 200 300 долларов месяц это не тот заработок даже при котором можно давать такие советы на мой субъективный взгляд это мое личное мнение поэтому так как я ничего на эту тему не услышала то давайте ее закроем и этот вопрос действительно очень сложный и заработать на вязание очень сложно и все это собирание денег и съемка таких видео заработок на вязание какие-то тренинги причем не так давно и в инстаграм не постоянно реклама идет как заработать на своем хобби сделать из этого бизнес мне очень хочется призвать вас не обольщаться если у вас нету специального образования тем более никакая никакой трудолюбия трудоспособность никак вас к этому не подведет понимаете здесь нужно очень большой комплекс подход серьезный совершенно не обязательно какое-то колоссальное вложение средств кстати что тоже почему-то в совету упоминают нет как раз нет не нужно здесь вкладывать никаких сумм но тем не менее если вы вяжете очень много говоря о скорости да можно ведь вязать очень много не обладая скоростью конечно же тут же дело только в том какое количество суток вы этому посвящаете и регулярность до подходим к этому вопросу съезжаемся это неблагодарные темы с моим специфическим взглядом кстати если кому-то удалось очень хорошо заработать если вы вяжете на заказ напишите мне об этом я таких случаев не знаю не слышала или давайте поговорим о том что значит заработать да поэтому интересный вопрос так вот давайте теперь перейдем именно к аспекту что если мы много вяжем тогда каким же образом у нас это отнимает время от нашей основной деятельности от нашей семьи правда нам необходимо совмещать и теперь давайте будем честными когда мы совмещаем если например предположим вы домохозяйка то конечно же многие это скрывают но это вызывает грубо говоря невроз то есть вы хотите вязать вы хотите чтобы вас все оставили в покое да я буду говорить очень честно и откровенно с вами в этом видео кстати я это даже видео немного смотрю блогеров вязальных но я вижу что они в состоянии каком-то таком вот немножечко нервным до прибывают особенно если маленькие дети приходится совмещать женщина она для этого и создана чтобы совмещать да она может делать несколько вещей одновременно у него может быть супчик варится ребеночек играет она им игрушечки подкидывает и в то же время такая тюк-тюк-тюк вяжет да но дело в том что все это немного подтачивает нервную систему и постепенно накапливается стресс необходимый отдых да и встает вопрос для чего вообще все напряжение именно поэтому часто возникают периоды что все это отбрасывается в сторону любимое хобби забывается на многие годы и конечно есть периоды когда то есть у меня такие периоды например конечно тоже были очень длинные совсем разные были периоды разные периоды жизненные как будто разный человек живет на зависимости от ситуации то есть ты работаешь чтобы целиком посвящаешь себе работе тебе конечно же совсем никогда вязать то что это время будешь отнимать у сна у детей у семьи до или у сна или у детей семьи или оттуда и оттуда поэтому видео у нас о скорости вязания до о том как вязать быстро и много но поверьте мне все что я сейчас вам рассказываю это связанные очень сильно с этим темы потому что если вы будете вот в этом состоянии как бы с одной стороны так безумно любите вязать да вот так вот любите это все эти ниточки эти спицы эти крючочки вот это все вот это вот вы хотите вам сняться вот вы засыпаете да вы увидите эти чудесные изделия которых свяжите для своих близких для своего ребёночка для себя и будете так себя комфортно и приятно в этом ощущать будете все это носи это определенный сезон но но дело в том что почему-то вместо ощущения счастья и конечно же конечно же я хочу я говорю потому что я тоже на определенных этапах через все это проходило вы ощущаете стресс определенный стресс как же этого избежать как же избежать этого и тогда когда вы уйдете от стресса найдете какой-то ключик к себе ответите на вопросы зачем что где и когда вам нужно именно тогда вы начнете вязать быстро и вязать действительно технически и со всех сторон правильно именно когда вы не будете в стрессе когда вы будете получать настоящее удовольствие и для этого нужно во первых поработать над собой и во вторых мы с вами плавненько плавненько перетекаем в тему дисциплины и перри перетекая в тему технических аспектов важности того чтобы у нас были хорошие инструменты которые опять-таки должны нам нравиться не должны нас безудержно радовать и все это способствует прежде всего опять самолет летит пролетел пролетел прежде всего все это способствует в комплексе только в комплексе чтобы все вас устраивало как знаете такие как у пиццы или как круг такие клинышки до когда у нас все пазлы сойдутся тогда все и случится давайте перечислим эти пазлы и перейдем к двум другим аспектам до дисциплина и техника и так первый самый главный вот этот треугольничек который мы должны в этот наш круг благополучно включить это конечно же поддержка поддержка семьи поддержка тех ваших близких людей которые действительно для вас важны тут все по-разному устроены да кто-то вообще одиночество любит кто-то одиночка кто-то семейный кто-то вообще по-разному и те близкие люди которые вас окружают они должны вас поддерживать если у вас не будет поддержки вы же сами знаете особенно для нас девочек для девушек это самое самое главное она не обязательно может быть на словах хотя слова это тоже очень хорошо да мне например важные на словах но она может быть и не только на словах она может быть такая чувствуется да когда тебя поддерживают это вдохновляет это очень важно без этого никуда то есть вас должна поддерживать семья или ваше окружение никаких подкулок никаких вот этих вещей что там ерундой занимаешься то есть этого ничего не должно быть это не должно вам мешать если чем бы вы не увлекались не должно этого быть это касается любого вообще хобби и любого любимого дела и любимой работы это также касается то есть это первый такой пласт да и все это важно для скорости вязания и для быстроты поверьте мне сейчас я к этому ко всему подведу так издалека второй момент второй момент то что мы должны с вами определиться что же нам хочется творить мы не должны распыляться потому что даже в нашем хобби существует очень много аспектов нюансов и нам хочется и носочки и свитерочки и подружки связать и родственник что-то попросил и нам самим общем мы должны с вами выстроить какую-то схему и обязательно обязательно определиться с тем что для кого когда и где мы вяжем в нашем случае это очень очень важно иначе мы потеряемся и опять-таки у нас мотивация пропадет а мотивация это одна из двух слагаемых до техника и мотивация если у нас есть огромное желание и мотивация и также у нас есть любая пряжа вдохновение инструменты и умение мы будем с вами вязать безудержно без остановки очень очень плодотворно итак мы определились с тем что мы вяжем какие нам нравятся направления какие нам нравятся техники на первое время приоритеты обязательно их себе нужно обозначить либо письменно либо мысленно обрисовать и очень четко видеть что же мы хотим на выходе какое наше состояние душевная да и какие сделки мы хотим получить далее далее мы переходим в дисциплине до к планированию и именно к методичности вот к методичному подходу дело в том что в любом деле как конечно все знают я тоже сейчас вижу главное это регулярность регулярность то есть если мы будем даже полчаса в день что-либо продвигать то мы обязательно получим очень быстрый результат а если мы раз в три четыре дня таким наскоком что-то повяжем то мы получим тот же результат за тот же срок правда ведь и главное это регулярность это более продуктивно так как в той сказке о черепахе и зайчики на который бежала черепашка ползла она стал останавливался цветочки нюхал и здесь нужно поговорить о черте такой психологический психологической потому что вот эти психологические составляющие они связанием идут просто рука об руку мы как правило любим вязание все таки процесс вот именно процесс он нас успокаивает для нас то своего рода медитация очень во многом они многие себе в этом признаются нас этот процесс успокаивает он может кстати одновременно как вызывать как какие-то нервы о чем я уже говорила да так и успокаивать как только мы до этого дорвемся потом когда мы с вами находимся в процессе я бы не советовал для этого выделять какое-то определенное время в сутках каждый человек индивидуально кому-то может быть это удобно напишите мне кто выделяет определенное количество времени например там не знаю с 10 до 12 ночи предположим всех спать уважение да и вы вяжете мне кажется и таком раскладе все равно много не свяжешь то есть конечно это очень хорошо если это каждый день происходит но во первых вот меня например гнетет когда я знаю что я с какой-то по какой-то времени должна что-то такое определенное делать то есть я человек спонтанный и во вторых все таки мне видится субъективно что лучше все время все время подходить таскать с собой свое любимое дело и понемножечку его ковырять до совершенно без всяких нервов без того что вот раз вы сели вязать все там дверь там по открылась закройте я вижу не мешайте мне чтобы этого не было чтобы все было как бы в гармонии вы с собой вот эту авоську просите в ней ваши клубочки и вы все такая вся такая милая и как бы знаете даже то что вы с собой носите это тоже удовольствие я например когда езжу по всем своим делам я всегда с собой вожу процессы и очень редко в дороге на самом деле я ими занимаюсь очень редко так они остаются лежать я даже немножко времени трачу то есть тут мои ошибки на на сборы но я думаю вдруг а вдруг я захочу не потому что я не могу в дороге повязать или где-то куда я поехала просто мне там уже не хочется я отвлекаюсь но я всегда с собой беру и это тоже такой фактор который мне греет душу и может быть пару-тройку петелек я там провязываю во всяком случае я думаю как это будет дальше процесс мой развиваться да я вам рассказываю именно здесь и в данном случае про свой опыт по поводу мотивации еще раз для того чтобы мы с вами вязали успешно не распускали не переделывание не страдали да не дай бог от того чего мы должны наоборот получать одно наслаждение нам необходимо конечно определенные знания да так вот здесь у меня тоже такое отношение специфическое именно к вязанию вот наверно к шитью это меньше относится я вам расскажу да то есть я училась на первых профессиональную шишью тоже у меня есть портной мужской верхней одежды и женской верхней одежды портной до образования тоже я все это все время изучил мне все это было интересно хотел этим заниматься вот наверное такая база она необходима именно если вы шьете если вы вяжете мое мнение что этой базы не нужно вот вообще то есть изучать как вам какие-то проймы горловины закрывать которую вы никогда в жизни не будете закрывать вязать мне думается это и не нужно и прекрасно что сейчас есть такие мастер-классы подробные и вы можете связать изделия которые вы планируете и чтобы вам научиться вязать вам не нужно знать множество аспектов вы можете выбрать вы можете связать несколько изделий тогда вы уже приобретете ту самую базу и опыт и следующее знание вы возьмете следующего мастер-класса до отдельно изучать вот эти способы закрытия открытия как что оформить не считают необходимым абсолютно также вы можете сейчас выбрать любую технику вязания именно те узоры которые вам нравятся может быть вы никогда не будете вязать ажуры да может быть вам нравится косая рана я например не очень люблю косые раны я такая нетипичная вязальщица вот поэтому здесь нужно ориентироваться интуитивно на то что вам близко на то что вам нравится может быть вы игрушки будете вязать может быть детские изделия какие-то да то есть именно по ходу дела не нужно себя загружать лишней информации это не изучение иностранного языка да где нужна база и от этой базы вы должны отталкиваться здесь многое конечно же зависит от вашего типа личности если вы любите учиться и для вас именно удовольствие в процессе обучения они результате да не каких-то изделий готовых и так далее тогда да тогда да тогда смысл то весь как раз том чтобы учиться и постигать но мне думается что сейчас особенно в этом отпадает всякий смысл высохла пока я с вами тут отдыхаю на закате и перейдем наконец очень растянулась у меня первая часть она вышла немножко сумбурная но ничего страшного надеюсь вы уловили от меня какие-то флюиды послания и ценные идеи давайте перейдем к дисциплине организации и к третьей части и так то что касается слаб страшное слово дисциплина мне кажется в главу угла здесь надо поставить такой момент о котором я почему-то ни от кого не слышала но он безумно безумно важен самолетик пролетит и мы с вами это обсудим в этом плане мне кажется самое главное это привести в образцовый порядок все что связано с вязанием с вашим любимым делом так секундочку все правильно вижу так что я имею ввиду вот смотрите вы не должны не помнить что у вас и где лежит на каких полках а потому что все это морально немножечко угнетает вам надо взять вот абсолютно все ваши клубочки все ваши спицы крючки ну то есть не надо просто моя рекомендация а ваше дело прислушаться или нет и конечно же вы можете абсолютно спокойно как вам угодно жить это просто моего такое вот послание моим драгоценным подписчикам берем все сваливаем в огромную гору кучу либо на кровати большой диване или на полу на ковре только предварительно еще во всей комнате убираемся генеральная уборка чтобы тоже нас ничего не отвлекало не раздражало эти усилия будут не напрасно так все уже не буду отвлекаться на самолет они опять полетели как только на даче сажусь свою магическую беседку записывать видео они сразу летят в этом направлении их очень люблю смотреть на них они так далеко их так боюсь и меня такое ощущение что я в отпуск улетаю так вот значит все мы это все высыпаем к технике мы перейдем не волнуйтесь и видео длинная мы все это высыпаем и нещадно например это не всем подходит но тем не менее знаете какое облегчение выкидываем всю ту пряжу которая нам разонравилась которую мы не щит но мы понимаем мы должны понять да вызывает она вас как вот помните по этой какая-то методика и странная вот это кон мари до которые тоже не не понимаю там надо с каждой вещью как бы подумать вызывает она радость не вызывает она радость но вот это вот именно мысли только мне и нравится этой методики вызывать у нас радость это пряжа если она чем-то не вызывает какой-то радости точно так же как со всей одеждой обувью если мы прекрасно понимаем что мы из нее там в течение двух лет не вязали тут сделаем скидку и подумаем с вами да нужно выкинуть вещи которые мы не надели в течение года после покупки а к пряжи ну давайте сделаем скидку на нашу любимую пряжу давайте два года отведем вот и все все эти залежи если вам нужна денежка можно их продать это будет больше толку чем это будет дальше лежать и предлагаю я от всего избавиться избавиться от всего лишнего и не нужно много пряжи не нужно много пряжи потому что всегда появляется что-то новенькое что-то интересненько пряжа тоже морально устаревает согласитесь да наверное нужно помнить всю вашу пряжу который у вас есть если вы чего-то уже не помните если вы лезете ваши хомячины и запасы и думать о вот у меня еще что есть а тут еще вашу какая ниточка красивая то мне кажется что что-то идет не так что-то не так потому что если мы захотим связать какой-то проект мы купим под эту пряжу и мы свяжем а вот то что лежит это странно особенность такой психики особенно у нас у девочек кто советских времен да то есть мы все хотим накопить можно себе признаться самим что это не совсем здорово поэтому я вас предлагаю очистить ваши запасы и красиво сложить на красивых полках не открытых полках а за стеклом или за дверцами ту пряжу которую вас по-настоящему радует и вот из нее то вы будете вязать и вы успеете связать из нее в этой жизни все что вы хотите а из всего что у вас есть если огромный запас и вы наверно так и не свяжите в этом грусть и тоска то что хотя бы успеть наиграться да вот этой пляже которая самая хорошая любимая актуально на данный момент а в этом идея так это все к тому как вязать быстро относится напрямую потому что если у нас на нас давит морально вот эти запасы можно услышать рассуждение что нет эти запасы мне греют душу это все мою это коллекция я сама коллекционер поверьте мне это очень грустно когда ты уже не помнишь там куклу которую тебя в коробке есть стоит это обратная сторона удовольствие от хобби когда ты уже не помнишь что у тебя есть сама сама этим страдаю поэтому я вам об этом и рассказываю я немножко не страдаете в плане пряжи я как-то очень быстро уничтожает свои запасы либо из них вижу раздаю либо я что-то делал какие-то поделки из друзей с детьми ких снеговиков крутила да и не жалела вот я помню нужно было сделать в детский сад сыном накрутила я снеговика он у меня выбрал белую какую-то дорогую пляжу самый хороший тот момент кого это маленький был совсем давай мама скрутим снеговика из этой пряжи я подумал лучше скрутить из нее что-то чем она будет лежать правда даже такая замечательная так вот этот момент дальше дальше а тем более что у большинства из нас там предположим да конечно я говорю абсолютно не про всех а какой-то в целом такое ощущение большинства из нас есть определенные диссонансы это всегда так вот чем человек сильно увлечен у него идет немножечко перекос в эту сторону то естественно бьюти-блогер да он тратит но потом ему присылают все равно большие деньги на косметику да там девушки многие очень любят там коллекционируют румяна шанель предположим там духи это все что угодно то есть туда все туда у вязальщиц очень часто все идет туда туда это в пряжу и вот эта пряжа красивая лежит душу радует но это идет именно не на пользу скорости вязания изделий немножечко все в сторону покупки это пряжи вот этот как бы маячок поворачиваются в эту сторону да вы понимаете о чем я так все это обсудили в комнате убрались в кучку все сложили всю эту кучку разгребли да видите какая-то шнуровочка красивый микрофончик черная на лето очень хорошо так отвлеклась ну так что же мы дальше с вами обсуждаем такое интересненькое дисциплина дисциплина ах ну вот да 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 и дальше я вас очень призываю планировать составлять какие-то тетрадки и писать там планы они сто процентов будут вообще нарушаться и все время сдвигаться переноситься отменяться но тем не менее вы будете больше делать успевать и получать удовольствие вы будете понимать что все что вы запланировали вам вот хочется это нереально когда вы напишите это на бумаге вы поймете что на самом деле все немножко медленнее происходит поэтому пишите делайте какие-то наброски особенно это касается тех кто любит всякие блокнотики вот эти писульки да там вот это все кто не любит на тех это не действует канцелярия так значит мы с вами все это распределили и я вас призываю чтобы она вас не давила чтобы было меньше давления потому что от любимого дела нужно получать только огромное удовольствие чтобы она вас не давила обязательно просто весь день когда вас есть свободная минутка почерек или есть свободный час залипли в общем вот так вот так очень хорошее видео смотрела все у я была с чем-то согласна там очень давно несколько лет назад но там был один совет я его запомнила потому что с ним не согласилась совет был такой так сейчас я начну свою вот этот перекрещивание здесь немножко соберусь с мыслями да совет был такой что нужно для того чтобы вязать быстро нужно отработать какие-то несколько моделей которые вы больше всего любите да вот он научились строгать шапочки бенни и все и вы уже знаете сколько вам петель набрать на какую голову там из какой пряжи года вот вы знаете не знаю для кого-то может быть это подойдет но вот совсем не для меня совет я с ним как бы вообще не согласна ради чего все это утра чего ради зарабатывания денег я вам уже сказала что то есть если даже рассмотреть варианты да я могу девушка политизированная тем более сейчас занимаюсь продажей пряжи я прекрасно знаю как у нас люди живут до не богато вот мне очень много пишут что вот получу пенсию куплю ниточки у меня сердце кровью обливается вот прекрасно понимаю да что в регионах вообще жизни очень разные у людей и совершенно недостойная жизнь как у нас люди должны жить до самая богатая страна в мире по всему по территории ресурсам но тем не менее мне кажется что все равно даже если такая ситуация это не самый наверное способ заработать удачный в плане того что очень много вязать на заказ мне кажется это немножечко свое здоровье сажать глаза и ручки не стоят расценки на вязание никаким образом цен да так мое мнение очень такой резко и субъективно опять его повторила кстати они об этом раньше рассказывала дальше дальше а если именно так и делать вы конечно будете совершенствоваться чуть-чуть но не сильно вот в этих ваших например там предположим не ваших не знаю чьих на там тапочках шапочках свитерах радиганах и что угодно тем не менее вы же будете ограничивать а зачем себя ограничивать развиваться вы точно не не станете да даже в плане исполнения поэтому я не согласна с этим моментом мне кажется не нужно наводить себя на одну модель и постоянно ее повторять до на всех для всех и разные вариации делать это можно сделать раз-два с чем-то что вам очень нравится это будет ваша фишка но остальное время мне кажется так здорово сейчас такое многообразие такой интересный мир вообще вокруг мне кажется лучше самое разное пробовать вы всегда сможете вспомнить как у что-то вязали посчитать что-то рассчитать это не составит особого труда и не займет много времени поэтому мне кажется будет плодотворный если будет разнообразие ем так и на скорость именно этот аспект он не влияет и мы с вами подходим подбираемся к самому главному сакральные моменты как же нам быстро вязать во-первых вот теперь наконец уже прошло сколько она говорила я не знала мне такого счетчика да что я вижу не ставлю перед собой надо ставить кстати таймер действительно чтобы видеть что сколько я наболтала я считаю что если вы хотите что-то связать быстро не получать удовольствие расслабляться параллельно с мужем глядя фильм до предположим типичная ситуация вечером что-то такое вам действительно надо взять и связать вот за полдня там одну полочку и за следующий день то есть две полочки и за следующий день вам надо там спинку связать тогда вам нужно сесть 1 и связать и не смотреть никакой фильм не включать интернет это очень важно полностью подключиться к процессу именно сделать упор на то что вы быстрее перекидываете петли быстрее двигаете крючочком быстрее машите спицами и ни на что не отвлекаться ни на что не отвлекаться это единственный очень простой способ вы все равно если будете смотреть слушать кино вы будете чуть чуть меньше успевать чуть чуть меньше будет скорость и так далее то есть если вот вам так срочно надо сосредоточились для большей мотивации даже ряды считаете ну мало ли там вам надо какому-то сроку что-то вы хотите там себя порадовать или от близких так во первых во вторых для скорости очень важно хорошие инструменты почему я люблю металлические и крючки конечно же и спицы потому что они быстрее вяжут ребята я не знаю я сейчас люблю очень вот первый раз полюбила деревянная да мои любимые книг пикс потому что они из разборных спиц у меня единственные не раскручиваются я вот их как руками закрутила так они у меня не раскручиваются в процессе у меня чагу раскручиваются все равно я уже отдельное видео обсуждал общем но вот вы знаете все равно медленнее вязать как они не полируются там в процессе какие они супер там отполированы классные нет на металле конечно петли скользят быстрее так но не говоря уже о том что конечно я вам могу посоветовать все таки только это не те деньги вот как не крутите не обязательно покупать набор там съемных разъемных спиц да ну вяжите в основном на каких-то номерах хотя на самых разных например вижу но если вы вяжете нка их то определенных номерах купили себе и все например несколько лесок и несколько разъемных спиц этих номеров я бы так сделал если какие то есть вот ограничения качественные инструменты это очень важно сколько лет я вижу это очень важно и потом они вас радуют этот психологический момент да ну как могут радовать спицы у которых облупились кончики потом качественных разъемных спиц и круговых спиц у них не цепляется вот это место стыка до места стыка вот я сейчас у нас очень распространены спицы книг про даже я повязала на не очень люблю спицы книг про повязала на как же они зенге называются да у них вот тут вот какое-то идет цепление небольшое все равно хотя они гораздо лучше чем вот раньше были вот эти все наборы съемный разъемный слышала про зенге у меня их покупают тоже вообще очень популярные спицы конечно это не мои фавориты мне понравилась леска мне понравились сами спицы кончики мне не понравились они не кругленькие они как бы такие срубленные да странные удобные спицы но есть нюансы которые меня не устраивают значит очень важны инструменты очень важны я бы сказала процентов 20-30 для скорости его вдохновения и получения удовольствия от вязания результата это инструмент пряжа менее важно на самом деле можно вязать из любых пляжи почти достойное изделие но это мой такой взгляд странный хотя конечно я за качественную пряжу да но бюджетная пряжа она есть и замечательная абсолютно то что вы можете убедиться в этом и в моем магазине да в котором есть вообще все что угодно на любой вкус и цвет и отправка любая и все для вас как говорится на и какой хит у нас будет в осенне-зимнее время я еще не знаю но сейчас конечно у меня в магазине это хлопок любой итальянский 100 рублей за 50 грамм до улетает и улетает особенно самые ходовые расцветки особенно те расцветки из которых я вижу свой мастер-класс и они моментально начинают раскупаться так дальше кроме инструментов спиц крючков качественных мы перейдем к самому вообще главному я все тянуть и но до конца да именно технические аспекты как нам в какой позе сидеть как нам именно вязать да вот эти секретики а вы знаете я считаю что советов как держать правильно их не существует потому что у каждого человека своя эргономика и если вы скажете держите вот так то не всем это подойдет да то есть приучите себя во многих странах вообще вот так вяжут и спицами крючком наматывают пряжу вот так очень быстрого движения так на указательный палец и когда вяжут постепенно разматывают ну предположим да и вяжут продуктивнее чем там наши вязать сюда в немомерных количествах вещи или предположим тоже там двойное обвитие вот тут вот пряжа должна проходить через палец именно там как каким-то образом у вас от этого скорость натяжения будет лучше нет них будет от этого лучше у вас может быть идеальное натяжение от вашей техники то же самое по поводу крючка до пол мира вот так держит крючок вы знаете для меня это тоже конечно не очень понятно потому что и так рука от крючка больше устает чем чем от спицы это сто процентов а если вот так крючок держать то это вообще вся кисть работает и вот здесь артрит появляется очень быстро и вообще вязание если вы знаете это как работа за косовым аппаратом да если вы вяжете если вот вы вяжете много если вы вязали на заказ то вы прекрасно понимаете что руки болят устают и начинаются всякие процессы они вообще неизбежны суставы наши они не бесконечные у них есть срок эксплуатации и что же нам делать я вот особое внимание хочу уделить вообще здоровью разговору именно об этом понимаете потому что много вязать тут секрет только один очень много этому уделять времени каждую свободную минуту очень сильно хотеть это делай любить а для этого подытоживающий предыдущий разговор нам нужна поддержка семьи высокая внутренняя самооценка до никаких комплексов что вы ерундой занимаетесь да а вот разгрести далее чтобы у вас не тянуло ничего морально назад разгрести выкинуть избавиться раздарить все что у вас пластом лежит в шкафах это вас тоже тормозит поверьте вы можете не замечать но если это проанализировать так она есть и после этого нам нужно то есть у нас уже нет никаких проблем мы вяжем и вяжем время находим на любимое дело да но встает вопрос именно здоровья и я хочу сказать огромное спасибо всем моим подписчикам которые очень часто мне пишут мне кажется пишут именно те кто вяжет много они мне пишут здоровьем вашим рукам большое вам спасибо за это вообще за все ваши теплые пожелания там храни вас господь очень часто не пишут очень такие слова прям спасибо вам большое мои дорогие мне очень приятно просто это вообще греет душу и ради этого и ты снимаешь эти видео и как глаза слезятся ты его монтируешь сидишь и выкладываешь особенно сдачи они меня вообще не грузится как вы замечаете я делаю анонс а видео выходит через день потому что я много раз пытаюсь прогрузить сейчас такая погода что видимо спутники все облачками прикрылись очень плохо видео загружается так вот мы уже не имеем с вами этих проблем как же нам следить за именно нашими ручками за нашим здоровьем именно прежде всего рук я не буду говорить о том что надо вообще двигаться всеми не сидеть хотя бы пешком ходить до пешком ходить побольше шевелиться там это понятно давайте поговорим именно о приемах которые позволят нам разгрузить наши ручки во первых если вы вяжете крючком и спицами как я я вам предлагаю менять через день спицы крючок потому что когда я вижу несколько дней крючком не начинает правая рука там что-то такое вот тянуть в общем всякое такое нехорошее переходим на спицы немножко получше дальше значит во первых меня спицы крючок если вы вяжете только крючком вообще конечно ситуация очень непростая честно вам скажу если вы будете вязать очень много тут конечно неизбежно что руки будут болеть это абсолютно неизбежно поэтому нужно делать массаж нужно делать сама массаж да нужно всякие там мочегонные вот это все пить много воды и жидкости чтобы нас ручки не отекали очень важно и теперь сами технические приемы которые я вам могу показать именно в плане спиц вот смотрите специально специально сейчас вижу не просто так мне не жалко с вами было бы поговорить просто без вязания такое ощущение что я действительно живыми вот я понимаю сколько людей будет смотреть и я чувствую вот прям от вас совсем уж с ума сошла так смотрите вот я например не могу избавиться от подталкивания вот видите от подталкивания спицы я все-таки и толкаю меня так ровнее получается вязание ничего не могу избавиться от этой привычки да мы все по-разному вяжем что нужно сделать в этом случае нужно приучить себя смотрите толкать средним пальцем потому что у нас устает при вязании указательный палец это вообще очень легко себя даже приучать не надо то есть смотрите вы отпускаете свой указательный пальчик который устает и вы вместо указательного пальчика вот я вам сейчас продемонстрирую вы вяжете так я тут ошиблась от энтузиазма секундочку не вязала так шиворот на выворот на камеру и даже ошиблась представляете еще советок какие-то дает так дубль 2 распуталась на помните это узор замочками так вот смотрите видите очень легко то есть вот это очень действенная вещь я ее сама придумала и вот нигде не посмотрела у меня стал болеть указательный палец как бы даже не а потом не от подталкивания вообще на него нагрузка идет вы понимаете вот все то же самое среднем я уверена что многим это будет полезно то есть вы можете и вообще давайте не будем говорить про подталкивание а именно вязать средним пальцем посмотрите как легко я не исключу что кому-то это будет неудобно вот пожалуйста я не подталкиваю да так нет подталкивание тут тянет вязание вниз я нависую вам показываю вот ребята реально отдыхает указательный палец кто много вяжет тот оценит все все мои лайфхаки для вас так во первых вот этот момент и здесь у нас лапка расслаблена все хорошо теперь поговорим об этой руке вот вы сами знаете сводит вот эту часть руки тут очень просто я не верю что от этого какая-то у нас скорость вязания в микс и спрашивали замечали что иногда наматывает два раза на указательный палец значит наматываем но это делается не для какого-то там натяжение которое от этого лучше нет конечно но не может от этого быть ровнее просто когда мы вот так наматываем мы тогда так как то уже идет нить мы можем не скрючивать вот эту часть кисти от чего сводит болит да а мы пропускаем как вам удобно еще ниточку да вот так вот обычно пропускают и при этом когда мы так делаем так сейчас вот так неправильно показываю все на камеру вот как колечко на безымянном пальце пропускаем нить здесь двойной оборот и тогда я не скажу что он будет прям сразу очень удобно нет конечно тогда мы расслабляем руку от расслабляем ее и мы можем спокойно вязать и у нас устает рука не устраивать сначала то она устает от того что нам непривычно видите то есть нам не нужно это натяжение обеспечивать несчастным скрюченным мизинцем да у нас все двигается прекрасно не надо этот палец сгибать или как вы привыкли там согнуты разогнуты как угодно главное что вот этот принцип и у вас не скрюченный мизинец это я именно про такие вещи которые каким-то артритным проявлением ведут да если у вас кстати начались такие проблемы с руками обязательно идите к хирургу не тяните бросьте вообще к черту матери это все если уже артрит начался до здоровье дороже можно отвлечься называется навязались лучше отвлечься на какие-то еще варианты найти но здоровье не усугублять не портить если есть что терять до в этом плане в 90 лет я думаю не стоит заморачиваться так вот вот это я вам рассказал очень важные моменты которые для меня абсолютно мои для себя вещи во первых средний палец который я решила во вторых то что у нас не скручилась вот эту часть вот ним не было вот этого вот этого потому что конечно я вязала до такого состояния что у меня сводила чуток но не заклинило слава богу это уже вообще плохой признак когда заклинивает руку напишите мне заклинило ли у вас ну вот так вот немножечко болела уже болела поэтому не нужно нужно по-разному вязать может быть напишите мне еще какие вы способы знаете менять пальцы то есть вот я пробовала например например если безымянным пальцем вот теоретически тоже можно я же девушка да у нас но и тебе великолепная которая потеряла на крючком вяжет почти все пальчики она вяжет крючком то есть видите неудобно то есть вот средний палец это оптимально то что им также удобно как указательным представляете вот у меня стал болеть и я придумала так вот это то что влияет на скорость ребята как вязать быстро и да но вы меня понимаете ну и напоследок общие такие темы очень распространенные для того у кого маленькие детки они очень быстро растут и недавно и у меня еще маленький был сыночек и конечно же я очень много тогда вязала шил у меня тогда бизнес такой был другой связанный с куклами и хочу с вами поделиться никогда не могла сидеть без дела всегда была каким-то имиджайзером и как раз отношусь к такому типу людей которые очень тяжело переносит я не могу вот как там домохозяйка до сидеть и заниматься только семьей и детками мне нужно немножко больше определенно совершенно а что же мы в таком случае с вами делаем мне кажется здесь не обойтись без самого главного это вопрос приоритетов и нужно отказаться от перфекционизма в быту прежде всего да если у вас нет домработницы потому что если вы хотите перфектный дом с выглаженными с выглаженным постельным бельем то вы и будете гладить только это постельное белье доведете себя до полуумрачного состояния и нужно все себе расписать и решили себя на что же вы свое драгоценное время и свою жизнь тратите на оглажение пододеяльников или на свои любимые дела и вы можете просто все ровненько повесить сушиться и не будете поглощены и съедены бытом даже если у вас несколько деток правда ведь вот это главный совет а остальное это опять мотивация желание и и никто не высыпается в это время и нету здесь никаких секретов кроме хорошего настроения и главное не быть в депрессии да потому что очень многие девушки очень многие женщины они в той или иной форме депрессии находятся не обязательно здесь и речь идет о маленьких детях и и когда мы не в депрессии когда у нас действительно очень здорово и хорошее состояние с поддержкой наших близких когда мы занимаемся своими любимыми делами и уверены и абсолютно в этом убеждены и счастливы и чувствуем что ничего такого не то не то не то ничего этого не то нет тогда все будет хорошо тогда вы будете успевать много вязать то есть мне кажется этот аспект эмоциональный моральный он самый главный он самый главный сейчас тихонечко говорю чтобы немножко не слышно меня было вот извините так я думаю видео получилось очень длинным надеюсь вам было со мной интересно иногда на основном канале с мастер-классами хочется тоже такие вещи обсуждать не без этого и скорость вязания это как раз относится к мастер-классу так что считайте что это был мастер-класс прежде всего так ничего и не забыла так я вам это сказала сказала показала свои ручки опухшие показала ну и меньше на себя давить меньше себя строить все прощать и а вот что я вам забыла сказать да не давить прощать получать удовольствие самое главное у меня есть видео на тему скорости вязания очень хорошая популярная на моем втором канале я на него обязательно ссылочку в инфобоксе и вам оставлю нажимайте на стрелочку открывайте проходите по ссылке и слушайте там такой милый видеоряд всякие котики клубочки у мимимишные всякие вещи хорошее видео зимой его записывала там кстати многие есть аспекты которые я и здесь говорила но нету такого психологического уклона даже это меня понесло немножечко вот но там я говорю о такой вещи что именно нужно себе прощать и позволять все начатые процессы вот эти начатыши пускай они будут я там говорю об этом и здесь я тоже об этом скажу повторю то что это очень важный момент потому что вот эти долговяза недовяза зачем они нужны долговязы я считаю что они не нужны если они вас радуют то купите для них очень красивые коробочки открываете комод у вас там красивые коробочки в этих красивых коробочках ваши красивые прекрасные процессы вот и выйти в замечательные процессе кем копите они вас радуют но как только они перестают вас радовать они начинают вас как бы утомлять они начинают вас раздражать вы берете и выкидываете в помойку вы снимаете инструменты из них да и выкидывайте и вам будет легче от этого будет всем лучше начнете какие-нибудь новые процессы это прекрасно пока они вас будут радовать все вяжем все раскладываем красиво в комод пока нас это радует потому что еще одно мое такое убеждение очень сильное то что мы вяжем в принципе в основном для процесса самого пока мы вяжем конечно приятный результат приятно носить все это да мне кажется в основном для процесса поэтому и получаем удовольствие от процесса какое же удовольствие начать новый процесс да ну и не отказываем себе ни в чем себе не отказываем надоело выбросили да хорошо было бы так себя уметь отпускать я вам этого искренне желаю и надо мне это видео как-то уже заканчивать так что мои хорошие буду заканчивать видео мне нужно уже ребенок у меня там уже развел большой костер сейчас большая влажность я надеюсь ничего не не сожжет окончательно нужно купать пудель и своего не только себя пятница сейчас все приедут и мне нужно мне нужно уже как-то завершать обязательно напишите мне оказалось ли вам видео полезным напишите все свои мнения по поводу каких-то тем которые затрагивала до заработок на вязании который прямую напрямую пересекается со скоростью вязания до с производительностью труда так и скажем обязательно напишите мне про ваши приемчики какие у вас есть для того чтобы не болели ручки ваши приемчики хорошего настроения вдохновения про вдохновение да надо мне тоже видео будет связать какой-нибудь связать и связать не видео да может быть и не надо лучше побольше мастер-классов правда такое небольшое отступление было от темы скоро я вас опять завалю мастер-классами этим летом меня не покидает мотивация интересно с чем это связано какую-то чувствую себе приятную внутреннюю силу мальчик да кстати 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 вот этот топ тоже я на него ссылочку он под видео оставлю еще раз напоминаем очень классный чтобы у меня девочки не спрашивали какой же топ какой же топ на пухленьких мне как видите тоже надо худеть до к морю поэтому девчонки то топ очень очень классная мочи советую искренне любой темный цвет вяжите получаете огромное удовольствие он вяжется очень быстро и можете носить его с чем угодно почему так многих пугает ажур ажур это прекрасно ведь вы можете влететь хоть на футболку хоть на водолазку хоть на топ хоть на бежевое белье хоть на черное белье вся прелесть вязаных изделия в ажуре вся прелесть в этом если город то лейзер курточка сверху кардиганчик комбинирование шитого связанным но вы меня поняли так значит потому что я все свои говорилки решила снимать своих вязаных штучках вообще у меня тут клубника вся такая вот волшебная сегодня погода это честно говоря просто убивает так что мои хорошие все на этом я с вами прощаюсь всем желаю вязального настроения кучи вдохновляющих приятных клубочков моточков хорошеньких спиц крючков а еще вот последнее хотела вам сказать обязательно организуйте себе не какое-то рабочее место рабочий угол нет буквально две полочки организуйте себе со своими вот вот выделите да так вот две полки в одном месте все должно быть обязательно не по всей квартире или дому а в одном месте вот ваши вот эти вязальные вот эти вот перчиндальчики и там все так красиво да будет вот этот еженедельничек клубочек спицы и тогда вы тоже будете вязать больше вас это будет обязательно вдохновлять мои дорогие на все целую вас всех обнимаю все жду ваших комментариев жду не буду даже долго еще затягивать видео по вашим письмам уже накопилось много наконец-то накопился материал на видео поэтому скоро ждите видео все покажу что вы мне присылаете мои хорошие мы с вами все обсудим пересудим так что все буду с вами на этом прощаться совсем заболталась всех целую всем пока пока пока